Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 17 июля, понедельник, и начнем, как всегда, наш разбор с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется, и ближайший коррекционный уровень. На текущий момент мы можем отметить на минимальных значениях, которые были на прошлой неделе, 13 июля, это область 1.1371. Пока пара торгуется выше данного уровня, основная тенденция остается на укрепление. Ближайшая цель – это закрепление выше отметки 1.1488, ну и дальше уже откроется дорога на 1.15 и 1.16. Британский фунт на прошлой неделе показал стремительный рост, была преодолена отметка в области 1.30, и на прошлой неделе были достигнуты максимальные значения в области 1.31.11, и на текущий момент тенденция на укрепление также сохраняется. Ближайший коррекционный уровень по данной паре мы можем отметить на минимальных значениях, которые были в пятницу на прошлой неделе, это отметка в области 1.29.34. Это краткосрочный уровень, уровень среднесрочный находится на минимальных значениях 12 июля, отметка 1.28.10. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают укрепляться, были обновлены уже локальный максимум за последний год. На прошлой неделе доходили до значений в области 0.78.32, и на текущий момент дорога на укрепление в область 0.80 открыта по данной паре. Ближайший разворотный уровень по текущему активу находится в области минимальных значений, которые также были зафиксированы. В пятницу это отметка в области 0.77.22. Пока торгуемся выше данных уровней, основная тенденция остается на укрепление, как и краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. Пара американский доллар и японская иена начала свое нисходящее движение, это мы отмечали еще на прошлой неделе, после преодоления минимальных значений 10 июля, и на текущий момент тенденция сохраняется, ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях. В пятницу отметка 1.13.57. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают свое движение в область 1.25. Тенденция сохраняется нисходящая, но и в рамках краткосрочного таймфрейма ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые были также зафиксированы в пятницу, отметка 1.27.47. Преодоление данного уровня уже даст нам предпосылки на начало коррекционного движения и даст возможность присоединиться по данной паре, по более интересным ценам по завершению данной коррекции. Пара еврофунт в связи с тем, что британский фунт на прошлой неделе показал активное движение, на текущий момент снижается. На прошлой неделе были преодолены целевые значения в области минимальных значений с начала 12 июля, и затем тенденция нисходящая сохранилась. На текущий момент мы видим продолжение данного тренда. Ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма находится на максимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу, это отметка 88.16. Золото продолжает укрепляться. В пятницу были обновлены локальный максимум, доходили до отметки 1232 доллара за тройскую унцию, и на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Ближайший разворотный уровень для продаж находится в области минимальных значений пятницы, отметка 1214 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent не смогла на прошлой неделе вернуться к нисходящему тренду. На прошлой неделе в пятницу были преодолены максимальные значения 12 июля, и на текущий момент тенденция в рамках краткосрочного движения по нефти марки Brent остается на укрепление. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальных значениях, которые были также зафиксированы в пятницу, это отметка в области 48 ровно. По индексу DAX мы видим также коррекционное движение в рамках часового таймфрейма. Видим возврат к покупкам, преодоление максимальных значений, которые были отмечены на прошлой неделе. Уход выше уровня сопротивления в области 12500, и на текущий момент краткосрочная тенденция на укрепление сохраняется. Преодоление минимума пятницы, отметка 12575, откроет дорогу нам продолжение нисходящего движения и по данному инструменту. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман. Напоминаю, что сегодня состоится вебинар в 19.30, как всегда, по понедельникам, на котором каждый из инструментов мы разберем более подробно с целями на ближайшую неделю. Всем спасибо за внимание и хорошей торговой недели! Субтитры создавал DimaTorzok